Всем привет, это проект Рака Макафо. Практически год прошел с момента выхода нашего последнего ролика. Многие уже и не ждали увидеть что-нибудь новенькое на этом канале. Но сегодня мы вновь собрались для того, чтобы разыграть ничего не подозревающих людей. Мы пришли в паб, где уже расположили камеры таким образом, что их никто никогда не заметит. И прямо сейчас вы увидите, как мы переуплотимся в роли официантов для того, чтобы разыграть людей и порвать их вечер на британский флаг. Естественно, мы не могли обойтись без грима. Гурам посидел, Коля решил стать Игорем Николаевым, а Андрей стал выглядеть странно. В общем-то, как и всегда. Мы очень давно не снимали пранки, и реально сейчас стремно, сыкотно. Тем более парочка реально злая. Считаемся, кто первый. Майка, в первый раз давайте. Все, хоть бы Андрей, хоть бы Андрей. Хоть бы Андрей, хоть бы Андрей. Да не надо так делать. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Есть! Раз, два, три. Короче, по счастливой случайности Коля проиграл, и он первый начинает. Удачи, братан, удачи. Я не хочу туда идти первый вообще никак. Наша цель, как можно быстрее довести людей до состояния, когда они будут готовы уйти. Ну что ж, самое время проверить, у кого это получится веселее и быстрее. Здравствуйте. Меня Семен зовут. Очень приятно, очень приятно. Буду вашим официантом, только у меня одна просьба. У нас очень много народа, у нас много столов. Я могу записать ваш заказ на видео, чтобы вы сказали, и я сразу вас нашел. А, меню, меню. Почему вам не принесли меню? Тогда выбирайте, я через минутку подойду. Все супер вкусно. Как ваши дела? Отлично. Мы готовы заказать вам пиво и закуски. А какие закуски? Крекеры от Грэм. Крекеры, вы знаете, это не очень вкусно. Да? Правда? Да, серьезно. Я как-то чуть не отравился здесь. Не, я не шучу, реально ужасно. Просто отвратительное блюдо. Грэм вообще не очень готовит. Хлебные поля, это невкусно. Ну вот мясная нарезка, которая самая дорогая, вот она более-менее еще. Ну Грэм, он вообще не советует. Брускетто ассорти. Невкусно абсолютно. Да нет, давайте, может быть, я чуть перегнул с крекерами от Грэма. Ну, то есть они нормальные на самом деле. Не знаю, я запутался. Только мы точно на видео запишем, потому что я сам запутался, что мы говорили, понимаете? Сельдь. Ну сельдь я не очень люблю. Ну это я заказываю, правда. Он там уже больше двух с половиной минут, и они не хотят уходить. По-моему, Коля забыл, что они должны просто смотаться отсюда. Это никуда, естественно, не пойдет. На ютюб, это ни в коем случае не будет на ютюбе. Дары Ирландии. Дары Ирландии. Дары Ирландии. Дары Ирландии. Да. Все, можете что-то пожелать шеф-повару, он будет смотреть это видео. Чтобы дары Ирландии были вкусные. Чтобы дары Ирландии. Ну, как-как, я могу вас обмануть. Все, все, приятного вам вечера. Меня зовут Глеб. Очень приятно. Все, удачи. Блин. Я же Семен. Почему я там Семен, то Глеб? Меня Семен зовут. Приятного вам вечера. Меня зовут Глеб. Ой, тихо, ребят, сейчас поедет крыша полностью, когда я вынесу им торт и скажу, что я поздравляю с днем рождения. И мне поможет Горам. Он будет петь песенку вместе со мной. Ну, что ж, посмотрим, как они отреагируют на такое сумасшествие. Нам администратор передал, что у вас сегодня день рождения. Мы вас поздравляем. Вот от нашего заведения вам тортик. Абсолютная невозмутимость гостей вела в ступор нас самих. И своей силой решил попробовать волынщик Андрей. Добрый вечерочек. Все в порядке. Нет, у него убоя такое. Вау! Поздравляем вас! Всем поздравим! Это было просто улучшение с половиной хэппи-хозды. Лучшая игра на волынке. Андрей, ты профессионал. У меня голова кружится. Ребята легко перенесли виртуозную игру на волынке. Но что будет с их настроением, когда они узнают, что за тортиком придется заплатить? Это штука, которую вы заказывали, по-моему, дары Греции. А у вас нет дня рождения? Девушка, у вас нет дня рождения? Нет. А вы администратору не говорили, что вы сделаете? Давайте так, вы покушаете. Торт пока постоит здесь, вы посмотрите на него. Может быть, вы захотите. За предпиши торт? Нет. Мы сделаем скейт-кос и порвете майку. Короче, сейчас будет мясо полное. Семен очень вами расстроен. Не смейте, пожалуйста. Он очень мягкий человек. Он как хлебный мякиш. Он думал, что день рождения, и он с душой. Вы видели, как я играл? Из-за этого торта ему придется, блин, давать деньги из своего кармана. Он так, бедолага. Из-за этого, господи, из-за этого торта. Стоит ли он того? Ну почему? Господи. Кстати, вкусно. Парочка оказалась крайне дружелюбной и даже почти согласилась оплатить торт, в котором измазался Андрей. Именно поэтому мы решили оставить их в покое и перейти к следующим жертвам. Андрей так не любит пранковать. Я так хочу это увидеть. Давай, давай, давай. Все, давай, все, я пошел. Меня зовут Стас. Меня Лия. Очень приятно. У меня махита, пожалуйста, клубничный. Так, смотрите, я сейчас запишу. Я только недавно работаю. А вы на М говорили? Махита. Малина. Не малина? Нет, нет. Так, не малина. Я запишу, не малина. Простите, ради бога. А вы покажите фотографию. А, махита. Махита клубничный. Да. Еще что? А паста карбонара? Да. Простите, ради бога, ладно, пожалуйста. Три штуки. Две, две. Три, зачеркиваю. Да. Вы сказали виски? Нет, нет, нет. Все, пока. Все, пока. Проверим, что вы записали. У меня почерк, я не знаю, смогу ли прочитать. Так, текилу мы зачеркнули. Текилу я еще раз посильнее зачеркну. Олива. Оливье. Оливье. Нет, мы тоже не берем. И малину вы хотели. Нет, нет. Так, махита клубничный я вижу. Вообще, я предлагаю, так как ты долго диктовал заказ, сказать, вот то, что вы заказывали, как раз я принес. Типа, ну скажи, что этого не заказывали. Простите, пожалуйста, что я вот очень долго все это делал. Потому что долго записывал. Я вот решил отблагодарить и побыстрее вот вынести вам. Так, я не знаю. Я, 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 все. Это ничего, ничего страшного. Это они все, это... Блин, а чей? Что? Сейчас. Огурчики, огурчики с помидорчиками кто брал? Лучок с морковкой. Нет. Если никто не брал то, что мое... Они, короче, дико позитивные. Я думаю, еще что-нибудь с ними сделать. Нет, чувак, ничего не сделать. Чего? 7 минут. Тебя заменяют, чувак. 6 с половиной, чувак, минуты. Маш, вы иди попрощаться, потому что все это, это конец. Короче, 6 с 30 и попросили заменить Андрея на другого официанта. Так это вроде неплохо. Ну что, моя очередь? Братан, да? Попробуй что-нибудь показать, потому что у меня результат так себе. 6 с половиной минут? Просто дохренище. И мне нужно постараться сделать это менее, чем за 6 с половиной минут. Я не зря взял ноутбук, кстати. Ну давай, удиви. Диплом писать? Так я извиняюсь, я перед тем, как приму ваш заказ, я хотел сказать, а вы из тех, кто оставляет чьи вы, или нет? Да. Просто от этого зависит, как я буду к вам относиться. Ну, хорошо, или... Ой, я тебя понял. Так, да, добро пожаловать! Добро пожаловать! А сколько по процентам? 20% от чека. 20% от чека? Я ж меня, он видишь, микс. Элвис. Элвис. Люблю это имя Элвис. Такс. Ой, простите, это ваше было? Да. Извините. С чаевыми определились, давайте я... Я просто ручку зачем-то взял, а листок не взял. Я эти, я записываю. Можно просто ванильный шейк, 250 миллилитров. Ванильный шейк? Два ванильный шейка. Долго заказ будет готовить? Заказ, да буквально 5 минут, как бы все зависит, все зависит от отношения. Вы чаевые оставляете, вам все быстро будет. Он на самом деле так себя в реальной жизни ведет. Я извиняюсь, а по поводу вашего заказа, там так получилось, что в итоге это в сумме выходит рублей на 600. К моему сожалению большому, ну типа если 20% отсчитывать, то это не так уж и много. И может вы еще бы что-нибудь заказали? Нет, пока не надо. Ну просто как бы я уже говорил о хорошем отношении, а никакого хорошего отношения... 600 рублей, понимаете? Сколько это 20% получается? Ни о чем. Ни о чем. Жесткий чувак. Я хочу просто пиво, а девушка какая-то просто... Давайте, давайте я вам обью еще, обью еще стейк, у нас весьма дешевый. Нет, спасибо. Нет, не надо нам никакого стейка. Нет, у нас стейк всего 1800 стоит. Не надо нам стейка, пожалуйста, молодой человек. Они сейчас нахер не просто уведут, они его побьют. Прям фу, да? Прям гура мне разонравился, я думал он милый. Хорошее отношение, понимаешь? Я к тебе хорошо сейчас отношусь? 20%, ты просто пойми, 600 рублей, 20% это ни о чем. Но если бы вы заказали на Буле такую весомую сумму, то я бы минут через, наверное, 2-3 принес. Ну так как ни о чем, то ждите, что? Ждите, что? Не уходит, они просто не уходят, они сидят после этой херни. Я не верю, я бы просто плюнул ему в лицо. Я бы кричал так сильно, что ушел бы соседний столик еще. Такое предложение от заведения. Вы можете получить 20% скидку, если выиграете официанта в Armrest. Давай. Все окей? Да, точно. Степан! Сейчас, сейчас. А не с тобой? А, со мной? Нет, я еще, я не занимаюсь. Если, короче, сейчас выиграть в Armrest, то 20-30% скидка пацану будет. Давай, давай, мочи! Давай, давай, мочи! Погнали! Давай, мочи! Давай! Давай! Не-не-не-не-не, одна рука, одна рука. 20%, 20%. Он его что, выигрывает, что ли? Он его выигрывает, чувак. Красавчик! Пормал вечер на британский флаг, понимаешь? Бешеный! Ты бешеный! Ну, короче, последний заказ, ребят. Они хотели морс. А морс? Ты что, собираешься убить? Это реально морс? Действительно. Им должно понравиться. Сейчас точно. После того, как пьет Николай Соболев, все вкуснее на 40%. Мы заказывали два пива и морс. Два пива и морс? Морс есть. Морс... Это что, не пиво? А чем мы недовольны? Пиво, морс. Это пиво от него. Нет, давайте мы заменим. Давайте заменим. Уходят. Уходят. Они уходят. Наконец-то. Когда же их задрало? Это уже наконец-то. А кто за это платить будет? Давайте администратору. Не знаю. Буквально минутку. Администратор. Так он просто попробовал, чтобы там все в порядке было. Это же традиция. Подождите. Что же? Что за традиция? Это неожиданно. Так нет, он просто попробовал, что все... Я не хочу после него пить. Так а нет, ну он же, ну, можете с другой стороны попить и все. Нет. Они просто на самом деле не понимают, что в нашем заведении это традиция. Традиция разыгрывать вот так вот людей, типа, и прикалываться над ними, отпевать. Все в порядке, ребят. Вы можете либо остаться здесь, либо мы вас пересадим за другой столик, где накроем вам какие-нибудь, не знаю, вкусности. И дополнительно можем отвезти вас домой, потом на тачке, бесплатно совершенно. Это лишнее, спасибо. Это не лишнее? Можно просто... Все. Шесть с половиной минут потребовалось этому человеку гнусному для того, чтобы люди вышли. Хотя он ничего в принципе-то не делал. Я старался. Гурам жестил так, что я думал, что выйдет все заведение вообще отсюда. А мой взгляд, мы пытались людей вывести из себя, ну, гораздо жестче. Так Оля ответил, что я гнусный. В этом весь вопрос. Ты выиграл! Ты выиграл! У тебя проблема какая-то, нет? Я просто выигрываю еще. Субтитры сделал DimaTorzok